И вот что ты можешь сказать об эпизоде в последней четверти, когда противник не дал себе забить сверху? Это был момент, я мяч получаю, ему говорю, братан, дай сверху локнуть для красоты. Он такой сначала отпускает, потом говорит, не, 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 нифига не дам, мне не дал. Но я считаю, когда если вы уже проигрываете там очков 15, эти два очка плюс-минус еще не решают, а только для зрителей это наоборот прикольно будет. Но все равно мне судья, кстати, разрешили после депутата, поэтому всем спасибо, все равно. Все, ладно, спасибо. Как будете настраиваться на вторую игру, чтобы вот это 13-очковое преимущество сохранить и не расслабиться? Просто сотку пробьем сотку. Главное при этом 130 не пропустить. Ну да, вот, это главное, но сотку пробьем точку. Все, парни, поздравляю с победой. Это было задумано. Главный вопрос, как прокомментируйте свою комбинацию каруселька? Это не каруселька, это вертушка. Они долго готовились. Вертушка-лохушка, по-моему. Как, ну как ее комментировать, по-моему рабочая? Я считаю, вообще там идеально на трехе открывается человек. Мы не будем ее рассказывать, чтобы потом это было неожиданностью. То есть в финале, если будет матч очков очком, мы увидим финальную комбинацию? Конечно, конечно, там выход на треху бешеный. И не только на треху, там вообще везде выходы. Главное, главное потанцевать хорошо. Он держаться крепко. Не особо. Ну, воскресенье, вечер. У нас девять, восемь. Примерно восемь. Сейчас все в Чехану успею залететь. Поэтому нормально. Спасибо сопернику, что приехали. В зал, как было шестеро, было бы хоть девять. Можно было бы почаще поменяться. Все прогрелись бы и побегали нормально. Ну, так, чего отлично. Спасибо. Ну, я, например, дико устал. Я вообще не сидел шестерой. И, ну, у меня ног не чувствую. У меня голова уже шестерой разорвется просто. Какие эмоции после игры? Надо погрустить пару деньков. Дальше с новыми силами продолжать. Да, с новыми силами готовиться к новому сезону. Все правильно. В нем уже брать первое место. Сыпься. Вот, мне не понравилось такое. Вот, в остальном что? Три усы без баллов. Блин, я, короче, гель купил. Я их на следующую неделю вот так вот закручивать буду. К дню рождения Олег Наченко я их спрею. Он пообещал. Вот, и что, мы на следующую игру просто всех привезем и выиграем сильно. А, молодцы, класс. Спасибо. Классная темпика. Ладно. Не, блин, у меня каждый раз, когда я даю интервью, у меня просто в голове такое желание слов наговорить, чтобы там, ну, сроков на пару хватило. А можно не на нашем канале? Заведи свой YouTube. Угу, да. Я сидеть один буду, да. Ну, я не хочу, спасибо. Ну, в общем, было сложно. Самое ключевое, это то, что мы в неформалке все вместе в душу восстанавливаемся, да, что мы за директором не клюдаем больше. Ой, прекрасно. Спасибо вам. Спасибо вам. Поддерживаю, я поддерживаю. Кто сегодня на ваше мнение стал X-фактором в вашей команде, кто больше всех выделился? Ну, Маша Колосова самая лучшая считает. Спасибо, что приехал. Люблю Машу. Кто станет X-фактором во втором матче? Я. Алина. А, и меня же не будет на свящей игре. Ой, ну, Машу, Машу передаю это опять Машу. Тебя? Ну, да. Спасибо. Да, такое ощущение, знаешь, что вот они бегают, все это вот у них форма такая необычная, напоминает мультик Мадагаскар, кто-то смотрел, тот знает, там вот этот, как его, Мартин, Мартин, он такой, вот ты у нас узнаешь, ты меня отличишь из-за других. Я говорю, нет, не отличу. И вот они бегут, такой бегут, и вот такие вот эти вот стадо этих зелок. На самом деле, ну, тяжело. То есть, все разбегается, после чего рефери бегают полосатые, в общем, ну, не знаю, что-то не хватило. Хватило, ну, все. Ну, хорошо, проснулись, побегали, проснулись. Как утренняя зарядка была? Начали очень бодро. С чем это связано? Случайность. Сам не знаю, как получилось. Все полетело, да. Да, я не знаю даже. На разминке ничего не полетело. А потом на игре раз, одна, вторая, третья. Бывает. Случайность. Вот она, уверена. И последний вопрос, что тебе сегодня помогло, такой хороший матч, ну, лично для тебя, выдаст? Наверное, индийская музыка в такси. Такси включил на всю громкость, и мне было прям классно, да. Спасибо. Что-то, я думаю, я наконец-то собрал свой трипл-дабл с передачами и потерями. Я к этому очень долго шел. Потому что, знаешь, все должно находиться в гармонии. То есть, если ты даешь передачу, ты должен что-то потерять взамен. Такой баланс. Ну, ладно. Что касается по игре... Все вместе? Да. Ребята, всем привет. Поздравляю с победой. Спасибо. Я так понимаю, ваша первая победа в сезоне? Еще раз поздравляю. Что можешь сказать? Какие эмоции? Ну, соперники были очень сильные. Было очень тяжело. Был равный счет, тогда все переживали. Когда у нас сегодня было пять человек, когда Тима набрал пять фалов, нам было четыре, и мы вчетвером вытащили игру, и мы обещали потянуться, мы потянулись, но были очень сильные соперники. Очень сильные. Мне игра очень понравилась. Существа были отличные. Все попадали. В принципе, всех впалю. И все, в принципе, ничего не сказать. Мне очень нравится. Это наша первая победа. Это была самая тяжелая игра, мне кажется. Все волновались. Но это очень, мне кажется, хорошо, что мы выиграли, потому что мы никогда не выигрывали в лигах. Это наша первая победа. Ну, я очень рад, что это наша первая победа. Мы впервые выиграли. Это была сложная игра. У нас было опять пять человек. Мы ни разу не менялись. Было очень сложно. Хорошо, ребят. Спасибо. Еще раз победы. Давайте, удачи. Больше никаких моментов не выделю. Единственное, скажу спасибо вам, ребятам, которые сегодня номинально, при полном доеезде, играют позиции выше. Но они... Он не отомстил, я даже знаю, за что. Вот, значит... Да, согласен. Что можешь сказать по игре соперника? Может, выделишь кого-нибудь? Да, Кирюха Кабан. Красава вообще. Но там у них еще парни были. Там, ну, хорошая команда, дружим и хорошо общаемся. Но им, конечно, не хватает до меня еще чуть-чуть уровня. Понял. Спасибо. Человек не доехал. Ты сказался. Да, да, да. Тяжело было бегать сегодня? Ну, не без этого. Я просто уже старый. Возраст берет? Немножко. Не одержали победу. Вы веселые. Кто хочет что-то сказать об игре? Наверное, это самая моя лучшая игра. Я не знаю, что сказать. Вот первая игра из 9 игр просто. Победный бросок. Ой. Это какое-то просто самошествие. Два очка победных. Со мной Дмитрий Владимирович пересыплен. Да, можно просто Дмитрий. Можно просто Дмитрий. Можно просто высокий. Какой-то там парень. Да. Но первые две четверти... Дмитрий Владимирович, хорошее начало игры от вас. Что произошло? Вот третью четверть отдали и потом не смогли вернуться. Вот что случилось? Как вы скажете? Третья четверть – это синоним команды Prime Time и название. Третья четверть. Нет, проигранная третья четверть. Ну, понятно. Ну, как бы, феномен третьей четверти. Мы работаем. Работает целая команда научных исследователей, кто поможет нам объяснить загадку третьей четверти для Prime Time в АБЛ. Мы очень просим, все, кто неравнодушен к этой проблеме, кого также посещают подобное, пожалуйста, обратитесь к нам в наши социальные сети. Мы очень хотим разобраться в проблеме третьей четверти. Спасибо. Ну, удачи вам тогда разобраться с этим. Хотел, то не выигрывали, то мы. Очень спорно было. Да, да, да. Еще то, что судили, очень хорошо судили. Хорошо, ребят, поздравляю с победой. Спасибо, удачи. До свидания.